Когда дело касается того, что вы воспринимаете как часть себя, вам, очевидно, не нужна нравственность. Возьмем, к примеру, ваших детей. Вы добры к ним настолько, насколько можете быть. Вы добры к ним из-за нравственности. Кто-то сказал вам, вы не должны убивать своих детей. Вы поэтому не убиваете их. Вы хорошо относитесь к своим детям и не убиваете их, потому что кто-то сказал вам, что это является высоконравственным. Это так? Так почему же вы настолько добры к ним? Почему вы любите их? Почему не кого-то еще? Почему они ваши дети? Потому что в некотором смысле вы видите их как часть себя. Вы видите их как часть себя. Вы способны воспринимать их за пределами всей их чепухи. их проблем и прочего. И быть с ними, несмотря на все это. Просто потому, что видите их как часть себя. Да, в этом все дело. То есть, когда дело касается того, что вы воспринимаете как часть себя, вам, очевидно, не нужна нравственность. Итак, вам не нужна нравственность с тем, что вы воспринимаете как часть себя. Это так? Вам не нужно пытаться быть хорошими. Нравственность означает, что вы пытаетесь быть хорошими. Представьте, что вы родили ребенка, а в больнице перепутали детей и вам отдали другого. Вы растите этого ребенка, веря, что он ваш, хотя на самом деле биологически он не является вашим. Вы любите его не меньше собственного. Разве вы меньше заботитесь о таком ребенке? Вашего ДНК в нем нет. Но вы ведь его любите. И так сделать это позволяет ваше желание включить в себя другого человека. Дело не в том, что он произошел от вашего тела. Это становится возможным из-за вашего желания и готовности. Если вы более разумны, то, может быть, вы установили ребенка и любите его как своего. Вы же не родили свою жену или своего мужа. Их родил кто-то другой. Но вы же любите этого мужчину. Это просто вопрос вашей готовности и открытости. Если вы захотите, то можете воспринимать все как часть себя. Когда вы воспринимаете все как часть себя, вам не нужна нравственность. Когда вам известна пошлость разделения на то, кем вы являетесь, а кем не являетесь, только тогда вам нужна нравственность. В противном случае в ней нет необходимости. Зачем человеку, который ощущает всех как часть себя, нужна нравственность? Используя мораль, вы только пытаетесь быть хорошими. Но вы никогда не станете хорошими. Пожалуйста, задумайтесь. Вы можете удержать свои руки, но вы не сможете удержать свои мысли. Вы сможете удержать физическое тело, но можете ли вы удержать свой ум? Он отправляется куда угодно и делает, что захочет. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, если вы захотите, то можете воспринимать все как часть себя. Когда вы воспринимаете все как часть себя, вам не нужна нравственность. Это так? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok